Всем привет! Приехала я снова в торговый центр. Мне тут написали комментарий, Жанна, вы так много времени и сил тратите на посещение магазинов. Много сил, много энергии, много времени. Я ответила на этот комментарий, что почему вы решили, что я трачу силы? Я наоборот их восстанавливаю. Другая обстановка. И после работы, когда ты очень устал, даже не в том смысле, что устал физически, а морально устал, хочется поменять обстановку. А куда сейчас пойти? Как ее поменять? Холодно, в лесу с собакой гулять уже пока приеду, уже поздно. Поэтому я по дороге заезжаю в торговый центр, захожу в какие-нибудь магазинчики, пройду, погуляю. Ой, кто это тут подъезжает? И восстановлюсь. А еще написали, та же комментаторша написала, что вы только магазины показываете и секонд-хенды. Но это неправда, неправда. Я показываю не только магазины. Можете посмотреть и убедиться. Вы, наверное, хотите, чтобы я показывала музеи. Музеи тоже показываю. Вот, например, летом я была в музее барона Мюнхгаузена. Мюнхгаузена. Ой, не могу, язык заплетается. И что? Сколько человек посмотрело этот ролик? По-моему, каких-то там полторы тысячи. И это уже не впервой. Как только начинаешь, что-то серьезное показывается, и никто не смотрит. Поэтому, извините, снимаю то, что у вас требовано, что смотрят. В магазин снимешь и сразу четыре тысячи, пять тысяч просмотров. А музей тысяча, полторы. Ну, две от силы. Не знаю, почему мои подписчики не любят смотреть музеи. Сейчас ради эксперимента в конце видео поставлю ролик как раз про этот музей. И посмотрю, сколько людей бросится смотреть этот ролик. Там сразу видно по просмотру. А сейчас пойдем порелаксуем по магазинчикам. Часик. Немного времени. Часик. Максимум. Ну что, заглянем мы в Зару. И посмотрим теплую одежду. Вот, что я увидела. Так что появилась уже зимняя одежда здесь. Зимнюю я еще не снимала. Симпатичная такая, приятненькая. 119. Ну вот, капюшона нет. Такая классненькая. Как натуральная. Легкая. Вообще. Мне нравится. Но длина у нее... Надо примерить. Ну что, заценим. Очень классная. Ну, была бы она чуть-чуть подлиннее. Ну, вообще машине нормально. Можно. Мне бы хотелось подлиннее. Ну, и явно не хватает этого, капюшончика. Если так поднять. Так, здесь нет пуговичек. Ничего такого. Пуговички. Кнопочки. Здесь на кнопочках. Вообще, такая классненькая. Мне даже не хочется ее снимать. Я, кстати, ее застегнула только на две кнопочки. А здесь еще две. Вот. По-другому выглядит немножко, да? Ну, была бы вот чуть-чуть. Вот так вот. Почему такая короткая? Так. А за мной висело вот такое пальто. Вот такое. И оно мне тоже нравится. Да. Мне сегодня определенно нравится магазин Zara. Тоже мой размерчик. Вот. Но, опять же, видите, здесь нет никакого родника. Нет никакого капюшона. Ну, это, наверное, даже больше мне нравится. Красивая. Сейчас застегну. Классная. Кожа заменитель. Ну, пашет классно. Не знаю прям, что делать. Прям даже не знаю. А 100 евро всего. 99, да. Есть еще вот такая куртка. Но это мне не нравится. Хотя она тоже такая мягкая. Тоже внутри. Ну, тот же принцип. Только другой фасон. А еще есть вот такие. Вот это мне больше нравится. Так. А это сколько? Эти дороже. А не 100? Нет. Это такая же цена. 99,95. Это как куртка. И вот такая еще есть. Ну, это уже такая погрубее. Не такая мягкая здесь. Это кожа искусственная. Потому что она внутри такая же, да? Сколько она стоит. Тоже классная, кстати. Тоже классная. Да, они такие модели навезли интересные. Вот эта кофта тоже хорошая. Кофточка. Такая. 70 евро. Угу. Тоже нравится. Ну, сейчас уже холодно в такой. А я еще не хотела заходить в эту Зару. Думаю, так как всегда тут ничего не будет интересного. Тоже такая прикольненькая, да? Только коротенькая. Так, посмотрим еще какие модельки здесь. Вот. 70 евро. Видите, какая плюшка. Но вот такие я не люблю. Ой, внутри такая она. Знаю. Курточка. Так, ой, какие интересные. Интересные. Тоже 70 евро. Коротенькая. Да, вот та, конечно. Вторая, которую я померила, мне очень понравилась. Но я еще похожу, посмотрю. Похожу, посмотрю. Ну, это такое уже. Холодно в нем. А, вот еще курточки висят. Еще курточки висят. Вот. Тоже коротенькие. Да, для девочек. Вот там подлиннее есть. Вот эти. Так, вот еще. Что-то интересненькое. Ну, такая. В ней холодно будет. Так она и симпатичная, конечно. Симпатичная. А, вот длинное пальто. Вот, вот. Посмотрите. Какое. Классное. Тоже такое, знаете, тоненькое. Да, но красиво зато будет. Очень красиво выглядеть. Ну, я мерить не буду. Я знаю, что мне красиво будет. А вдруг я его захочу. Не-не-не. Такое мне не нужно. Я могу захотеть. Такое красивое. Вот цена. Ищу где цена. А, нашла. Нашла цену. Цена. Ну, тоже 100 евро. Это Зари любят. Цены ставятся одинаковые. О, кстати, что-то симпатичное. Тоже симпатичное. Что-то мне сегодня так Зара нравится. Обычно не нравится. А сегодня прям все нравится. Так, 40 евро всего. Красота. 40 евро. Да. Вот еще какой. Таким узорчиком. Угу. Этот классный. Такой. Веселенький. 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 А, еще синенький. Синенький. Это кофта. Угу. Интересные модели сегодня здесь. Так, вот еще курточка. Хорошенькая. Такие разные. Это 70 евро. Вот это мне больше нравится курточка. Ай, какая классная. Ммм. Ммм. Вот. Внутри. А внутри, посмотрите, внутри она мягкая, мягкая, мягкая внутри. Вот. О, прелесть, прелесть. Джемпера красивые тоже. Посмотрите, какой красивый. Да? Красота. Вот. Узорчиком. Прелесть. Прелесть. Сумочка милейшая. Милейшая. В общем, я сегодня такая влюбленная в Зару. Такая влюбленная в товары Заровские. Вот. Вот. И здесь такая курточка, я вижу, красивая тоже. Но она тяжелая. Вот. Хорошая тоже. Из капюшона. И красивый вот этот мех. Стоит, стоит тоже 100 евро. Да? Тут все по 100 евро. Это, кстати, вот она будет водонепроницаемая. Такая ткань. Так. Может быть, мне еще эту померить? Мне этот воротник не нравится. Это тоже будет хорошо выглядеть. Давайте померим, а? L размер. Давайте M возьмем. Средненький. Где тут средненький-то размерчик? S. S. Это какой? Это M, да? Давайте эту померим. Она тоже такая будет удлиненная. Ну что? Тоже хорошо. Что лучше? То все-таки черная, наверное, лучше. Но это мне больше к лицу подходит. Кстати, очень теплая такая, я чувствую. Очень даже хорошенькая. Ой, каких только нет моделей. Мне вот эти две понравились, да? Что я мерила. Что тут еще? Вот еще что есть. Это такая же? Я уже мерила эту? Там такая же висит, нет? 109, да. Нет, это такая, конечно. Или это подлиннее? Мне кажется, это длиннее. Да, это длиннее, между прочим. Ну, такую шубу я не хочу, конечно. Машину. Машину нет. Такую шубу. Можно померить. Так, ну, в этом я похожа на белую медведицу. Ну, это уже, конечно, меня не украшает шубка. Ну, хотя, в принципе, ну, та почему-то лучше смотрелась, короткая. Какая-то я объемная такая вся, такая вся необъятная белая мишка, полярная. Что здесь висит? Что тут? Ну, это такая, под норку, под норку. Длинная шуба норковая за 100 евро. Да. Так, еще вот такая вот моделька. Тоже очень классненькая, легенькая, коротенькая. Здесь как-то она... А, она вот на таких вот металлических пряжках. Вот, очень хорошенькая. Прямо, я не знаю, такую стали делать, ну, как натуральная. Причем легкая. Я думаю, что у них тепло. Угу. Только вот нижняя часть, конечно, будет мерзнуть. Ну, в машине, в машине можно. Морозу, если нет, то нормально. Так, там, здесь, там, здесь, пальто. Так, сейчас я для разнообразия схожу в Reserve. И посмотрю, может, там что-то, но я сомневаюсь, там хуже будет. Так, здесь... О, какая... Тоже... Ну, вообще, я не знаю, что сегодня тут. Мне так все нравится, странно даже. Я от себя не ожидала. Вот, что там такое леопардовое. Леопардовое. Ох ты! Какой леопардик. Или гепардик. Боже мой, гепард, леопард. Тоже такой. 40 евро. Ну, знакомимся с коллекцией Reserved. Как вам? Ну, здесь уже... Хотя тоже качество похоже. Да. В этом году, видите, все фирмы делают что-то подобное, да? Вот. А здесь цена... 119. И цены одинаковые, да? Тоже была 119. Это такой бурый мишка. Так, платье. На манекене так ничего. Но на мне... Не, мне не подойдет. У-у. Или померить. Нет, даже не хочется. Вот к этому почему-то у меня не лежит душа. Ну, не знаю. Здесь какое-то все более грубое. Хотя кожа тоже мягкая. 80 евро. Ну, нет. Это косуха такая. Нет. Это уже вот не то. Вот что-то не то. Так, свитерочки Reserved. Ну, не знаю. Не знаю. Так, здесь, конечно, цены подешевле. 70 евро. Но и уже вид не тот. Вот не то уже. Все, не то. Так. Вот это такая интересная. Легенькая тоже. Ну, это холодная-то. Вот те более теплые. 80 евро. Это такая совсем куценькая. Так. Что-то меня тут после взоры. После взоры ничего не вдохновляет. Абсолютно. Вот что это такое. Посмотрите. Какое-то выглядит дешевенькое. Так. Единственное, что вот такая сумка подойдет. Торба. Но она, извините меня, она здесь без молнии. И стоит она 46 евро. А так она прикольная, конечно. Вот еще. Такая. Ну, с нее толку. О, вот что подойдет. Рюкзачок. Вот рюкзачок. Мне этот нравится. Определенно нравится. И стоит он 40 евро. Угу. Такой милый. Так. Вот это платье красивое. Крисмас. Хорошее. Так. Стоит оно... Ну, 26 евро всего. Крисмас вайб. Вайб. Ну, такое, да. Нормальное. Нормальное. Здесь, кстати, еще минус 50. Много товара осеннего продается. Так. Кому нравится такая кохточка. А еще вот такой джемпирог. Здесь вообще-то рождественская тематика. Вот, видите, рождественская все. Так. Ну, что тут? Бантик. Бантик. Ну, дешевенький такие. Дешевенький. О! Это симпатичный тоже. Этот мне нравится. 20 евро всего. Ну, видите, уже и одежда рождественская продается. Синтетика. Вот так вот. Поносил недельку. Ну, две. И выкинул. Зато весело. Сколько он стоит? 20 евро. Удовольствие. Посмотрите, на 20 евро сколько. Рождественская продюска. Рождественская продюска. Складем. Санта Бэйби. А, вот еще какой. Ну, тоже что-то подобное, что там было, но это, не знаю. Ну, дешевле, правда. Хотя нет, там тоже стоили. Сколько там стоили? Кто помнит? Я уже не помню. Так, а что нам предлагает Спортленд? Может быть, в Портленде есть интересные модели. Можно тоже заглянуть. Ага, в Спортленде. Вот такая модель. Такая вот куртежка. А нагреть не будет. Вот, вообще, она легкая. Там, вообще, вот у нее эта подкладка. Не знаю, она вообще какая-то летняя. Так, Пьюма. Или Рита. О, зайчик. Зайчик. А вот курточка симпатичная, кстати. Пьюма. Коротенькая. Вот они. Симпатяшки такие. Цвет очень красивый. Очень красивый цвет. Внутри она там... А, здесь мягонькая. Вот с этого края мягенькая. Там подкладочка. Ой, прелесть. Не дотянусь до цены. До цены, наверное, не дотянусь. Не знаю, не скажу, сколько стоит. Не буду ее трогать. Какая-то куртежка такая солидная. Неплохая. Она в любую погоду. Вот еще здесь какие-то куртки тоже. На любую погоду. Красивые. Красивые. Так, еще не разобралась, что это за бренд. Центр Армани, да, Армани. Цены здесь. Так, цена, цена, цена. Где цена? Я все время говорю, потому что музыку хочу перебить. А, ну это и не дешевое удовольствие. Это 320 евро. В это удовольствие вам обойдется. Так, вот какая такая, знаете. Не потеряетесь в снегах. В такой куртке. Ну, в таких тоже не потеряетесь в снегах. Так, вот это, что это такое за брендика. Ну, очень же она яркая. Вот это тоже такая красивый цвет. Так, желтенькая. На зиму, да. Будет пачкаться. Лучше не покупайте. Будете стирать часто. Надоест. Чёрное некрасиво, конечно, брать. Но практично. Дедриксон. Так, а вот здесь по каким-то дешевым ценам. Вот такие вот пуховики. Там, наверное, не пух. Там, наверное, что-то такое. Да, это не пух однозначно. Но цена здесь очень хорошая. И это North Bend. Здесь, вот видите, лабака цена. Так, это то же самое. Нет. Вот это, вот эти красные. Это, наверное, ну, прошлогодняя коллекция 159-90. Я так думаю, что это прошлогодняя. Мне кажется, я такие и видела. Так, ну, здесь какие-то очень такие уж. Вот что мне это напоминает? Какая-то охотничья одежда, да? Вот эта вот. Одежда лесника, да? Вот, такая защитная. Это вас никто не найдет в лесу в такой одежде. 154 евро. Ну, маленькая скидка была 170. Так, вот. Это что это? Это уже вот этот бренд. HH. Вот какая тоже. Сейчас какая-то вот мода, да, такая, знаете. Защитная одежда. Чтобы где-то прятаться. К чему бы это? Вернулась я из Resort. Здесь, ну, не знаю, то ли повесили, но как-то я первый раз не заметила вот такую модель. Но это S. Не на одной пуговичке. Вот одна пуговичка всего. Нет, это, конечно, какая-то она не очень такая комфортная модель. Ну, хотя тоже смотрится интересно. И вот видите, поскольку S, вот она немножко сюда так вот, да. Ну, просто померила. Это я точно брать не буду. Машине неудобно ездить в таком пальто. Вот. Оно здесь вот какое. Пушистенькое. Пушистенькое. Ну, все. Я решила все-таки немножко сделать паузу. Во-первых, смонтировать видео и попросить вашего совета. Я сейчас, правда, советовала с Наташей. Наташа Пикник. Канал Наташа Пикник. Ну, Наташа мне, конечно, много что сказала. Она мне сказала, говорит, Жанак, как я могу тебе посоветовать? Говорит, ты что не померишь, тебе все подходит. Я делаю паузу. Надеюсь, до завтра никуда мое пальто не уйдет. Вот. А сейчас я еду домой. Спасибо всем за советы, за комментарии, за лайки, за подписку. До свидания. До новых роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова